где лучше всего спится лукашенко как министерство выполняет план по штрафам что за скрытые таланты есть у депутатов и какие выводы делает мвд из березовского дела эти и другие цитаты недели в новом выпуске можете подписаться или поставить лайк александр лукашенко решил на этой неделе устроить себе отпуск только метнулся к другу си поспать спокойно китай всегда хорошо отдыхает по крайней мере спокойно у нас говорит что у нас можно спокойно всегда спать и правда ведь только в китае под защитой старшего брата можно спокойно выспаться дома же сплошные проблемы то коррупции то безхозяйственность то обращение граждан то беглые то супостат у границы качанова грудью как щитом конечно защищается он александра григорьевича но сколько того щита на полчаса или час максимум так что не спится и только в китае можно отоспаться вообще говорят плохо спать вредно для здоровья но ничего не поделаешь григорьевич сам себе такую жизнь выбрал ведь мог бы уже давно на пенсии сидеть но синие пальцы не отпускали а довели до китайской стены уже год правительство жесточайше борется с ценами и даже вроде рапортует и победе замминистра антимонопольного регулирования торговли Нина Емельянова говорит что ценовое законодательство соблюдают все но нарушение все равно находят как так а сейчас узнаете у нас вопросы ценообразования соблюдают практически практически сейчас все субъекты хозяйственные осуществляющие розничную торговлю потому что штрафные санкции не маленькие и если вот год назад когда вводилась такое жесткое ценообразование еще были нарушения недостатки в работе ему и сейчас мы выявляем но знаете по периоду прошлого года потому что мы же можем запросить информацию не только на сегодняшний день а и допустим за ноябрь 2022 года вопрос формирования цены предоставляет документы и такие у нас нарушения выявляется вообще это прекрасно вроде бы ж хотели регулировать цены чтобы они не росли вернее были обоснованные они хаотически сложенные вроде своего добились но контролер же не может уйти не обнаружив нарушение поэтому берут документы годичной давности и находят нарушение там хотя сейчас я так понимаю в магазинах все может быть как положено в общем еще одна красивая иллюстрация принципа был бы человек а статья найдется в беларуси ожидается голосование вроде бы властей все под контролем но все равно немного страшно ведь есть искусственный интеллект успокаивает в эфире телевидения аналитик юрий шевцов у нас в двадцатом году была выработана после двадцатого года система прямой коммуникации между властью и разными слоями общества там дискуссионные площадки какие-то внутренние и по другим названием обсуждения то есть у нас выработан механизм прямой коммуникации с политически активными группами минуя информационные технологии не знаю какие там уникальные площадки когда смотришь репортажи оттуда поэтому же телевидению то складывается впечатление что они проходят по принципу а васька слушает доезд приходит какой-нибудь чиновник или пропагандист и начинает ездить по ушам а народу деваться некуда и он все это мимо ушей пропускает все довольны так что не стоит тратить красивые слова и испытывать иллюзии инструмент на самом деле один и тот же все годы это дубинка которые похожи будут отбивать и искусственный интеллект депутаты палаты представителей перед новым годом поехали в народ вернее по магазинам и получилось узнать что же их действительно волнует также нас волновала раскладка непосредственно товара и возможная подача если ассоциативных перечень прямо в торговом зале в упаковочной таре определенных видов но вместе с тем хотелось бы чтобы у данной торговой точки появилась как финансовая так и возможность так и организационная прыть в части наращивания предновогоднего праздничного ассортимента и обратить внимание на форму подачи представления и на организацию определенных заманчивых акций а вы знаете мне нравится этот депутат василий понасюк проявляет так сказать организационную прыть депутаты посещали магазин потребка операции под минском вот сейчас готовится большое совещание что делать с белка об союзом и у меня есть ответ как порешать проблемы отправить василия васильевича мерчендайзером в сельпо он там быстро и выкладку организует и заманчивые акции а палата представителей то в принципе в нее можно искусственный интеллект поселить и пвт будет занятие замминистра внутренних дел геннадий казакевич прокомментировал дело директора березовского мясокомбината в конечном итоге какой негативный эффект для экономики ведь завышенная стоимость товара ложится на себестоимость продукции себестоимость продукции ложится на нас с вами как на потребителей все это в конечном итоге влияет на привлекательность продукции а мы потом думаем а как же эту продукцию продать на внешнем или внутреннем рынке я с геннадием аркадьевичем полностью согласен но хочется отметить белорусскую специфику в березовском деле речь идет не о чиновнике государственным служащим о директоре коммерческого предприятия пусть и государственной формы собственности может стоит задуматься почему такие директора идут на коррупционные преступления возможно дело отчасти в условиях работы руководителей из-за которых они считают риски нахождения на такой должности слишком большими в сравнении с доходами поэтому и пытается обеспечить себе вот такой вот незаконный золотой парашют ведь как известно всего все равно не найдут а дети уже устроены и обеспечены к тому же практика показывает что взяточники часто через год-два оказываются на свободе и при руководящей должности не хочу идеализировать частную собственность но когда работа идет за прибыль а не за почетную грамоту то коррупционные схемы мне кажется часто просто не возникает правда тогда и люди не находятся на постоянном крючке органов а значит стабильность в любой момент может пошатнуться